Привет, это спецрепредакции. Думаю, вы согласитесь, от зимней Олимпиады в Пекине особо многого не ждали. Тут совпала и международная обстановка, в которой не до спортивных рекордов, и коронавирус, который съёжил масштаб шоу, и то, что сборная России опять выступала без флага и гимна. Но наши фигуристы заставили мир обратить на себя внимание. Ярчайшее выступление, невероятные фигуры, который, кажется, бросающий вызов законам физики – триумф. Но радость победы быстро омрачила горечь скандала. Положительная допинг-проба Камилы Валиевой, претензии к её команде, к её тренерам, обвинения ни больше ни меньше в бессердечном отношении к детям, драматичная сцена со слезами Александры Трусовой и брошенным в сердцах «ненавижу этот спорт». Уже говорят о повышении возраста фигуристов, о том, что в 15 лет вообще не место на играх, что это эксплуатация несовершеннолетних. В общем, не фигурное катание, а какое-то ледовое побоище. Почему это происходит? Разбирались Илья Егоров и Дмитрий Сошин с помощью звёзд фигурного катания первой величины. Возвращение Камилы Валиевой домой готовили как большое шоу. В соцсетях бросили клич «Встречайте нашу героиню». До прилёта пекинского рейса ещё примерно 20 минут, но весь зал прилёта Шереметьево, международного сектора, уже забит. И журналистами, и волонтёрами, которые сюда приехали. Здесь и отдельные любители спорта. Здесь встречают большую группу спортсменов, но на самом деле в основном встречают Камилу Валиеву. И среди журналистов недавно появились люди, которые объясняют, что Камила не будет давать интервью, её не стоит ни о чём спрашивать, что кто-то из спортсменов обратится с приветственным словом. Разумеется, все этого не слушают. Все пытаются понять точку, где будет находиться наша фигуристка. Никто не успевает взять автограф и записать интервью. Фигуристку провели вдоль барьера, быстро вручили цветы и проводили к машине. Простите, а можно вопрос буквально один? Камила, спасибо вам большое. Скажите, тяжело ли было удерживать такое давление со стороны тренера? Скажите, пожалуйста. Простите, Раль Бога, а можно было вытелить от вас комментарий? Камилу как-то провели очень быстро, не было ни слова сказанного. Можно ли узнать, когда она будет общаться с прессой? Планы какие у неё? Удалось поговорить и с мамой, и с ней. Она в хорошем настроении вышла к людям. Она немножко подавленная выглядела. Прилетела подавленная, но удалось с ней переговорить, вселить в ней эту уверенность, что мы все с ней. И она большая молодец, у неё всё ещё впереди. Поэтому я доволен, что пока ждали вещи, сумели поговорить. И да, она говорит, уже в ближайшие пару дней пойду тренироваться. А ты общалась с Камилой, Сашей? В каком они сейчас состоянии? С Сашей мы не так близко общаемся. Я могу только её просто поздравить. А с Камилой лично мы немножко пообщались. Я ей выразила свои слова поддержки. И не стала больше беспокоить другими вопросами, расспросами, потому что я и так понимаю, какие тяжело сейчас. А что она тебе сказала? Ну, если это не секрет? Ну, потому что всё нормально. Отдыхает немножко сейчас. Есть такое понятие – вечные вопросы, которыми каждый из нас задаётся в определённый период жизни. Куда уходит детство? Кто мы и куда идём? Или в чём сила? Но есть ещё один. Где лучше жить в Питере? Не в смысле где остановиться, когда приезжаешь на пару дней, а так, чтобы прям жить. В историческом центре? Тогда нужно быть готовым к бывшей коммуналке и долгому ремонту, чтобы хотя бы пол не скрипел. Из плюсов, конечно, ощущение причастности к истории и вид из окна, если повезёт. Можно попробовать районы чуть дальше, где более современная застройка, но и где питерская атмосфера уже не чувствуется. А тогда зачем всё это? Идеальное расположение нашёл федеральный девелопер Глоракс для нового комплекса премиум-класса на первой береговой линии Финского залива. Глоракс Аура Василий Островский – проект с уникальной архитектурой в лучшей локации Васильевского острова. Посмотрите только, какой открывается вид. Для жителей комплекса откроют собственный кинотеатр и двухуровневый фитнес-центр с 25-метровым бассейном. Помимо центрального лобби с консьерж-сервисом будет доступен каминный зал, лаунж-пространство с библиотекой и баром, во дворе построят амфитеатр и фонтан. Благоустройство территории будет выполнено с учётом лучших европейских трендов – зонирование пространства для активного отдыха и для релакса, и развитой инфраструктуры с бутиками и ресторанами. В проекте более 300 планировочных решений. Все квартиры сдаются с отделкой «Уайтбокс», чтобы никому не пришлось делать шумные и грязные работы. И вообще, начиная с паркинга и заканчивая самой квартирой, везде в комплексе «Глоракс» вы будете чувствовать безопасность и первоклассный сервис, круглосуточное видеонаблюдение, доступ по биометрии и, конечно, система «Умный дом». В общем, одним вечным вопросом стало меньше. В Питере лучше жить в комплексе «Глоракс Аура» Василий Островский. Переходите на сайт проекта и выбирайте «Квартиру мечты» по ссылке в описании. Напомним, что ту самую скандальную допинг-пробу Камила сдала ещё до Нового года, 25 декабря, после соревновательной части чемпионата России. Её отправили в стокгольмскую лабораторию ВАДА. После этого она ещё успела выиграть первенство Европы. Интересно то, что пробы, сданные ею после 25 декабря, все они пришли с отрицательным результатом. 7 февраля Камила получает золотую медаль на Олимпийском турнире в Пекине в командном зачёте. А уже на следующий день становится известно, что допинг-проба российской фигуристки 25 декабря содержит запрещённое вещество. Что известно о веществе триметазидин? Препарат используется в основном для лечения ишемической болезни сердца. Он может применяться в комплексной терапии различных нарушений, в том числе нарушения сердечного ритма. Но в основном применяется именно как антигипоксант, то есть снижает потребность кислорода в тканях. Поэтому если он в исследованиях и в принципе в практике применяется для снижения потребностей кислорода именно в клетках сердца, значит, также он может влиять и на другие ткани. Лаборатория в Стокгольме находилась. Почему в Стокгольме? Ещё раз, потому что российская лаборатория дисквалифицирована, у нас нет. Мы не имеем права на территорию Российской Федерации эти пробы проверять, поэтому мы их берём и отправляем в ту лабораторию, с которой у нас контракт. В данном случае это Стокгольмская лаборатория. И выяснилось, что Стокгольмская лаборатория так поздно, фактически 40 дней вместо 20 проверяла эту пробу, потому что у них был ковид, не хватало работников и так далее. Если бы Стокгольмская лаборатория, давайте пофантазируем, вовремя прислала бы ей допинг-тест до Олимпиады. У нас есть правила в кодексе ВАДА и в правилах МОК о том, что ни один спортсмен с открытым допинговым делом на Олимпиаду не допускается. Тогда бы Валия вообще на Олимпиаду не попала. Сейчас у нас ситуация такая, что она попала в Олимпиаду, завоевала золотую медаль. И на данный момент, когда мы записываем эту программу, золотая медаль юридически у неё не отобрана. То есть она получила эту медаль, она получила шанс на этой Олимпиаде выступить именно благодаря тому, что лаборатория косякнула, назовём это так. Кардиолог американский Бенджамин Левин сказал, что этот препарат, это вещество, точнее, никак не помогло бы Камиле Валиевой на соревнованиях. Да, абсолютно согласен. Смотрите, есть допинг в широком понимании этого смысла, когда применение какого-то вещества напрямую улучшает спортивные результаты. Есть, например, в лёгкой атлетике дистанция, есть время, спортсмен употребил какое-то вещество и пробежал эту дистанцию за более короткое время, чем обычно. Здесь вообще нет речи о том, что это вещество может как-то улучшить результаты. Вообще никак. То есть его применение в принципе в спорте не то, что нелогично, я бы даже сказал, глупо, если это преднамеренное применение. Ещё у Камилы Валиевой нашли два других вещества – гипоксен и элокарнитин. В сочетании все эти вещества могли бы дать какой-то эффект, или эти два вещества вообще никак не влияют уже, но они не запрещены, собственно. Что касается гипоксена и элокарнитина, это вообще самые, наверное, популярные добавки в спорте, притом не только в профессиональном спорте и в любителях. В каждом фитнес-клубе все ходят, пьют этот элокарнитин. Гипоксен – старый советский препарат, который практически тоже бесполезен, но почему-то по привычке его врачи всех сборных закупают и по привычке дают спортсменам. О допинге мы говорим с Анастасией Гребёнкиной. В 2006-м она выступала на Олимпиаде в Турине в паре с Вазгеном Азраяном. Сейчас у неё своя – школа фигурного катания. Здесь не нужна такая выносливость, как лыжи 50, бежать в марафон 50, но это немножко про другое. Фигурное катание вы не сделаете вот такие руки, если вам какой-то… Вы не прогнётесь, вам никакой допинг. Если вы в зале не будете пахать с утра до вечера и балетом заниматься, но не поднимите вы вот эту ногу. Поэтому здесь не может быть речи о допинге, который может улучшить результат. Допинг помогает в фигурном катании? Я очень мало в это верю. Понимаете, если мы говорим о тяжёлом допинге, который действительно помогает функционально, то он, конечно, может помочь с одной стороны. Поддерживает состояние. Конечно, это быстрее восстановление происходит, ты намного легче доезжаешь программу, а если ты едешь программу легче, то, соответственно, ты можешь прыжки более стабильные, сильно напрыгать. Но, с другой стороны, если ты не умеешь прыгать, то ты хоть объешься этого допинга. Вот я вам сейчас дам допинг. Вы же не сможете выйти на коньки и прыгнуть. Не сможете. Поэтому, если ты не умеешь прыгать и в тебе не заложена правильная техника, всё остальное, если ты съешь допинг, выпьешь допинг, ты же не станешь сразу кататься, как в Алиево. Ты будешь как корову на льду. Эта защита ни к чему не приведёт, если ты скажешь, ну, извините, мне допинг ничего не помогает. Тебе скажут, извините, но самое главное, что он записан в списке запрещенных препаратов. Что касается Алиевой, очевидно, что он ей не нужен, не помогает. И если я говорю, что мы должны как-то понять, что произошло, это исключительно речь, скорее всего, о российском раздолбайстве, разгильдяйстве. Каким-то образом такие вещи пропадают в организм топовых, праймовых спортсменов. Это недопустимо. Ситуацию с нашими девочками на Олимпийских играх вы выразили в своём посте на Инстаграме. Вы написали «Боль, радость, ненависть. Хочу, чтобы Камила полетела дальше, оттолкнулась от дна, в которую её кинули все эти люди, ненавидящие таланты гений». Кого вы имеете в виду этих людей? Виноваты очень многие люди, я боюсь. И виновата система, и люди, которые придумали эту систему. Виноваты те, кто не уследил, почему не пришёл этот тест вовремя. Виноваты те, кто устроил девочке именно на Олимпиаде вот этот ужас. Мне бы хотелось, чтобы, конечно, она была отомщена. Вы знаете, в этой ситуации я считаю, что нашим руководящим, лицам надо было всё-таки более, наверное, сильнее заступиться за Камилу. Если вы нашли допинг, да, окей, мы ничего не исключаем, потому что мы не знаем. Спортсмен дисквалифицирован, он собирает чемодан, уезжает с Олимпиады, не треплет себе нервы. Раз, да. Если вы нашли допинг, вы сомневаетесь, вы не успеваете сейчас проверить пробу Б и так далее и тому подобное, но вы понимаете, что это может быть ошибка или ещё что-то, вы допускаете спортсмен. Ну так вы тогда допустите, что же вы её мутузите-то всю ночь? Вы её допустите и скажите, мы допускаем, разбирательства будут после. Зачем вот эти концерты? Зачем вот это вот медленное уничтожение Камилы? Зачем? Для меня самый большой вопрос, что будет с Камилой, потому что девочку сломали так, причём все постарались. Все, я имею в виду, в первую очередь чиновники, в первую очередь те люди, которые отвечали за её здоровье и за её медицинское обеспечение. То есть тут я предъявил бы на самом деле и врачам, и тренерам, и ФМБА, которые отвечают, извините меня, за медицинское сопровождение, спортсменов. Я бы предъявил бы на самом деле Русаде, которая совершенно не обеспечила чистую спортсменку и чистоту этого теста и проверку этого теста. Они должны были об этом подумать, а они об этом не подумали. Это непрофессионально со стороны сегодняшнего руководства Русады. То есть вот в Камиле, в Камиле там вины её вообще ноль. Ну и слава богу, она protection person, она защищённое лицо по последнему допинговому кодексу, антидопинговому кодексу. И её вины там ноль, а ей 15 лет. Вот Камила Балиева давала показания и сказала, что она непреднамеренно употребила триметазидин, что в её организм это попало через посуду, которую она пользовалась вместе со своим дедушкой. Могло ли так проникнуть это вещество в её организм? Это обоснованная версия? Я слышал эту историю, она на самом деле прям наименее вероятная. Мы знаем кучу таких случаев, когда вещество запрещенное попадало с косметикой, с губной помадой, есть случаи, когда вещество попадало зубной пастой. Тот же, например, препарат «Предуктал», в котором это вещество триметазидин, там, например, таблетки, то есть там такая плёночная оболочка, их нельзя ни разгрызать, ни жевать, ни разрезать. По сути, как капсула. Их нужно принимать целиком, запивать большим количеством водой. Ну, в принципе, теоретически, да, возможно, всё. Может, дедушка их и разрезал, может, дедушка их и жевал. Теоретически, да, но прямо на практике маловероятно. Действительно ли это дедушка? Я никого ни в чём не обвиняю, но мне кажется, что когда такие ситуации происходят, это в интересах вообще всех спортсменов, потому что это не первый случай, когда такой допинг находят у спортсменов. У меня возникают вопросы. У нас есть шанс расследовать, или мы опять скажем, что это дедушка или бабушка. Окей, возможно, это и так. Я ни на что не намекаю. Зачем брать эту историю про дедушку, для меня это непонятно. И вы понимаете, как американцы сразу за это ухватили. Они мгновенно сразу это слили в прессу, для того, чтобы потом русские не отказались от этих слов. То есть мы просто непрофессиональны, мы сами себя подставляем. Зачем? Вот для меня это вообще непонятно. Может, это заговор? Нет, я в такие заговоры не верю. Пробы все обезличены. Никто не знает в лаборатории, чья это проба, когда её проверяют. Брала её российское агентство. Поэтому тут кого-то можно обвинять. Это какой-то очень сложный заговор получится. И главное, непонятно ради чего. Учитывая, что за Камилой шли Трусова и Щербакова, которые в её отсутствии совершенно спокойно забирают, естественно, золото. У заговора должна быть какая-то цель. Я этой цели не могу понять. Какая цель? Она уже выиграла из этого медали. Если была бы цель её не допустить, наверное, было бы уведомление «до». Поэтому мне кажется, что тут просто роковая случайность. Какие могут быть варианты наказания для самой Валиевой? Если этот человек совершеннолетний, обычный спортсмен, то наказание очень серьёзное. Это четыре года, то, что допинг действительно серьёзный, и потом он может его снижать до двух и при определённых условиях ещё ниже. Так как она защищённый спортсмен, то снижение с четырёх до двух у неё практически автоматически произойдёт. Здесь именно в связи с тем, что она защищённое лицо, ей 15 лет, и как отметил Кас в своём решении, что мы, скорее всего, получим здесь предупреждение. Мы не получим здесь никакого реального наказания, потому что ей достаточно просто, как я уже сказал, теоретически сказать, как это попало в организм, и что это была не её вина. Скорее всего, она это сделает, как сказал Лозенский суд. Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах пообещал, что допинг-расследование по делу Валиевой затронет её тренеров. Есть позитивная проба А, и с ней нужно работать. Нельзя решить проблему, игнорируя её. И мы не игнорировали её. Это не был хаос, это справедливость, это решение суда. Понятно, что выражались разные мнения по всему миру, но мы следуем букве закона и в то же время переживаем, что в теле 15-летней девочки обнаружен незаконный препарат. Мы считаем, что винить в этом случае надо тех, кто за это отвечает. Я увидел, как холодно её встретили сальдотренеры. Ей не создали комфорт, с ней говорили «очень холодно». Это просто меня потрясло, это был какой-то жесть разъединения. Не понимаю, как можно быть настолько холодными по отношению к этой девочке. Слушайте, Томас Бах сидел бы у себя на родине и молчал бы. Вот можно я так грубо скажу? Он что, когда топили, когда Валиеву линчевали, можно сказать, все эти несколько дней, Томас Бах сидел спокойно на попе ровно и молчал. А тут Томасу Баху что-то не понравилось, что он увидел через объектив камеры. Дядя, еди своим путём. На Этере знает, как себя вести со своими спортсменками. Ситуация из ряда вон выходящая. Но она наверняка, воспитавшая уже сколько там у неё олимпийских чемпионок в копилке, воспитавшая столько крутых спортсменок, она наверняка точно знает, что сказать своей спортсменке. Раздули эту ситуацию. А вы что думаете? Спортсмен выходит, тренер должен наброситься сразу с платочком и вытирать сопельки? Это особый случай. Слушайте, её мутузили. После этой допинговой истории девчонка просто была напряжена. Вот они вышли и, поверьте мне, наверняка и утешили, и обняли, и приласкали. В конце февраля одному из самых скрытных и успешных тренеров в мировом фигурном катании исполняется 48. Этери Тутберидзе крайне редко общается с журналистами. И Федерация фигурного катания России не стала комментировать ситуацию вокруг своего специалиста. Вы не считаете Тутберидзе жёстким тренером? А у нас есть мягкие тренеры, у которых есть олимпийские чемпионы? Ну, вот, например, ваш замечательный тренер Жанна Громова. Она жёсткий специалист? Она жёсткая была к вам? Ещё как. Конечно. Кричала она о вас? Конечно. Обязательно. А как по-другому? И чехлами дрались. Что, серьёзно? Знаете, как резиновый чехол? Это сейчас другие, а раньше были такие из каучука, что ли, такие чёрные, да. Они прям чёрные-чёрные. Знаете, как они больно били? Ничего страшного. Смотрите, жива, с руками, с ногами и с двумя олимпийскими медалями. А как по-другому-то? Я не думаю, что только так можно достичь высоких результатов. Это не жестокость, это просто строгость. Я буду так это называть, быть строгим тренером, которого уважают, которого слушают и которого любят. Но зная себя, я бы в такой системе, наверное, не смогла работать, потому что я люблю, когда у меня есть право голоса и когда я в диалоге с тренером и со мной советуются. То есть Алексей Николаевич никогда на меня не кричал. Всё время у нас были такие очень доверительные, уважающие друг друга отношения. И тем не менее я смогла стать чемпионкой мира, чемпионкой Европы. А в системе Тутберидзе нет права голоса для спортсмена? Ты считаешь? Ну, они же совсем юные. Когда я была юная, мне было 13-14 лет. Правильно слушать тренера. В целом фигурное катание и так особняком стоит метод Тутберидзе. Вот расскажите подробнее для тех, кто не знает, в чём суть этого метода. Это не так, что она выбирает, берёт своих юных девочек и на этом строится система. Её система строится не на этом. Её система строится на том, что как раз юные девочки они могут выдержать её систему тренировок. Вот в чём нюанс. Потому что система Тутберидзе, это система работы на высший результат и только на результат. Эта система предполагает огромное количество прокатов. Эта система предполагает очень высокую насыщенность тренировочного процесса. Кроме этого, это система, которая основывается на серьёзной конкуренции внутри группы. По большому счёту, ей даже их мотивировать не надо. Они сами друг друга заводят. Мы это видели много раз. Ага, вот это сделал, это я тоже хочу это сделать. Это для меня потрясающий пример. Щербакова и Трусова, юные, по-моему, три года назад, чемпионат России в Саранске. Показательные выступления. Все откатались уже, всё свои шоу-номера, все откатали. Дальше общий выход в конце, финал. На этом общем выходе каждый показывает какой-то свой коронный элемент. Выходит Саша Трусова и в качестве просто вот такого на бис прыгает четверной. Щербакова это видит, заходит на четверной, прыгает и падает. Что дальше происходит? Щербакова снова разгоняется, снова заходит в диагональ, разгоняется, снова прыгает четверной и падает. Она снова встаёт, это шоу, музыка, финальный выход, все спортсмены на льду. И все стоят и смотрят, как Щербакова, забыв абсолютно, что это показательное выступление, она упала, а Трусова сделала. Она снова заходит и снова пытается сделать. Понимаете? Вот это вот постоянная конкуренция. И вот в этой постоянной конкуренции в итоге сильнейшим оказываются девочки без страха и упрёка, без нервов и с пока ещё железными мышцами и костями. Татьяна Анатольевна, как вы в целом относитесь к Этере Георгиевне? Я отношусь очень уважительно. У него очень сильная группа, в которой она работает, и которую она создала. Серёжа Дудаков, Игнахин Гаусс, она сама очень сильный тренер. Просто получается. И слава богу, я была такой тренером, которого тоже получалось. Да, но вот есть такая точка зрения, что Тутберидзе избирают таких совсем юных девочек, а потом они оказываются, грубо говоря, выброшенными за борт. Что вы об этой точке зрения думаете? Например, кто? Ну, а в этом смысле упоминают в основном Лепницкую Юлию, например. Если бы она попала в тот период, когда она начала меняться, и если бы она хотела кататься, хотела тренироваться одновременно так же, как и могла бы, никто её никуда не выгонял. У Юлии как раз всё очень невесело сложилось после тех Олимпийских игр, где она стала Олимпийской чемпионкой в командах, точнее говоря, в соревнованиях. У неё наступила то самое пубертат, то самое половое созревание, и она начала набирать массу. Соответственно, ей стало гораздо тяжелее на тренировках. Они поссорились. Беридзе, она ушла от неё. Она пыталась бороться со своей массой из-за этого, из-за того, что её критиковали тренеры, заставляли. Она вообще не ела практически. У неё анорексия была? Анорексия, да. Она улечилась три месяца за границей от этого. И это не только физически, но это же огромный был психологический удар для неё. После чего она ушла из воротного катания. И какое-то время вообще даже, насколько я знаю, она вообще не выходила на лёд. Но сейчас она уже начала тренировать кого-то. Как-то у неё наладилась жизнь. Но это, честно говоря, уже такой был жестокий пример того, что может быть, когда строится всё именно так. Я вам скажу, что лет 15 тому назад один известный тренер, олимпийский чемпион, предложил мне поработать с его ученицей. А в чём проблема? А в том проблема, что в 13 лет она делала все элементы, а в 15 лет она не может их делать. Я познакомился с этой девчонкой, а потом я спрашиваю тренера, «Слушай, а ты в курсе вообще, когда у неё начались вот эти вот женские циклы?» Он говорит, «Фу, откуда я это знаю?» Мы пошли к хореографу этой фигуристки, в хореограф не знаю. Мы пошли в медицинскую часть этого спортивного центра. Врач не знает. После того, когда обратились к матери, выяснилось, что в этот период происходит перестройка девичьего организма, но этот процесс ещё не устоялся. Ирина Слуцкая выигрывала чемпионат Европы семь раз. Катарина Витт, если я не ошибаюсь, шесть раз. Почему в наши дни в фигурном катании в одиночном разряде такое невозможно? Потому что нынешняя система судейства спровоцировала значительное усложнение технической программы. Все сейчас гонятся за сложными прыжками, за ультра-Си. Сейчас это уже квады, четверные прыжки. И здесь у девочек, ещё не сформировавшихся, есть преимущества, потому что они легче, они компактнее, им проще выпрыгивать, им проще крутить своё тело. А потом наступает половое созревание и делать это сложнее. Поэтому получается, что у каждой спортсменки в фигурном катании есть достаточно ограниченное количество времени. То есть вы хотите сказать, что Итерия Тутберидзе как тренер выхватывает это возрастное окно перед половым созреванием, когда фигуристка, гормональный, психологический, ещё фактически ребёнок. Да, безусловно, это так. И при этом Тутберидзе, безусловно, очень хороший тренер. Просто она пользуется, конечно, теми возможностями и той схемой, в том числе оценочной, которая существует. И она заточена на результат. Остальное её мало интересует. Почему 100 тысяч тренеров, которые тренируют на территории Российской Федерации, не пользуются этим окном? Кто-то запрещает, ещё что-то происходит. Почему? Ведь такие бриллианты рождаются. Да, они рождаются редко. И ты как тренер, наверное, должен найти, рассмотреть и довести до Олимпийских игр. При этом у нас есть прекрасный пример Елизавета Токтамышева, которая в 25 прыгает тройной аксель. Это один из самых сложнейших прыжков в фигурном катании. Для кого-то он сложнее, чем тот же четверной. Совершенно сформировався женщина, вообще никаких в этом вопросов нет. И входит в топ-5 сильнейших фигуристок России. Но она никогда не тренировалась у Тутберидзе. Она тренировалась у Мишина. Скажи, пожалуйста, тебе как-то приходилось переучиваться или как-то менять себя в спортивном плане, когда ты начала взрослеть? Наверное, нет. Потому что техника, она остаётся та, на которой тебя научили в раннем возрасте. И когда ты взрослеешь, у тебя может меняться тело, рост, объём. Но, в принципе, манера исполнения твоих прыжков будет примерно такая же, как и была в детстве. Влияет на исполнение ультра-Си во взрослом возрасте, я думаю, то, насколько хорошо ты выучена в техническом плане и делала ли ты эти сложные элементы в раннем возрасте. То есть мне помогает сейчас прыгать сложный прыжок и тройной аксель именно на то, что я выучила в 13 лет тройной аксель. Многие Тудберидзе обвиняют в том, что она воспитывает этих молодых девочек, высасывает из них все соки и потом они остаются ни с чем, когда им уже 19, когда, казалось бы, это может быть у некоторых расцвет карьеры. Во-первых, они остаются с победами и титулами. Есть жестокий закон, что, конечно, в спорте побеждает один. Понимаете, как сказать, что она из них высасывает? Я против этих формулировок по одной простой причине. Потому что в принципе в любом виде спорта из спортсмена высасывается его максимум. Чтобы вырастить в Алиеву новую, с какого возраста надо ребёнка ставить на лёд? С трёх лет. Нас ставили в постсоветском пространстве с пяти-шести. Сейчас с трёх. Сейчас приводят и раньше, но раньше не надо. Вот мы смотрим на эту коробку. Сколько мальчиков или девочек отсюда могут стартануть в профессиональный спорт? Отсюда нисколько. Может быть, один какой-то совсем маленький. Вы понимаете, спорт высших достижений создается из массового спорта. И я считаю, что я этому помогаю. Потому что если не придут тысячи детей в коробки, в залы, ещё куда-то, не будет того одного, той Валиевой, той Трусовой или Щербаковой, которые потом будут блистать. Но это выбор очень сложный для родителей прежде всего. Я так понял, что вы дочку совсем недавно привели на фигурное катание. В сентябре прошлого года, да. У вас какие-то ваши амбициозные планы? Вы хотите, чтобы она попала в большой спорт? Ну, как получится на самом деле. У меня старшая дочь занималась фигурным катанием. Тут решили продолжить. Многие не то, что вы обвиняли, а указывали на то, что тренеры сейчас довольно жёстко ведут себя с детьми. Жёсткой спорте она всегда нужна. Это зависит от тренера, я считаю. Все тренеры разные. А ваша старшая дочка когда попала в фигурное катание? Когда вы её отдали? В семь лет. В семь лет. А младше сейчас сколько? Младше четыре. А вот когда тебя отец привёл, четыре года тебе было на фигурное катание? Да, меня привели для здоровья. Просто я была активным ребёнком. Заодно ноги, чтобы выровнять. Поэтому особо каких-то целей родители не преследовали. Наверное, один из самых драматичных моментов этой Пекинской Олимпиады, по крайней мере для нас, для россиян, это был такой эмоциональный взрыв Саши Трусовой, которая кричала, что я ненавижу этот спорт, я ненавижу это фигурное катание, где моя золотая медаль. Сейчас многие говорят, что этот взрыв, это видео, стал лакмусовой бумажкой, которая говорит о состоянии нашего фигурного катания. Я понимаю, что для журналистов, да простите вы меня, это какая-то сенсация, но я считаю, что это всё неправильно. Потому что каждый спортсмен во время Олимпиады напряжён настолько, что он напоминает оголённый, знаете, такой нерв. В такие моменты, конечно, я просто себя помню, в такой же момент, некуда было вообще уйти. И камеры, они прямо на тебя, они тебе в лицо со всех сторон. Хотите, честно скажу, я не смотрела видео, и я не хочу его смотреть. Вот не хочу. Почему? Ну, потому что я сама буду над этим рыдать, и я не хочу ещё раз себя возвращать в те эмоции. Но у вас был более драматичный момент, на мой взгляд, известная ситуация в Солт-Лейк-Сити во втором году, когда американка Сара Хьюз, ну, так мягко говоря, подрезала у вас золото. Подрезала. Но у вас, вы могли сказать подобное в тот момент? Вот так же. Вы знаете, я уже это прошла, я это отпустила, и я абсолютно счастлива, что у меня две олимпийские медали, честно. Если бы мы с вами общались ещё лет, наверное, 15 тому назад, я бы, наверное, сидела и говорила, вы знаете, это трагедия моей жизни. Это очень тяжело, я это никогда не переживу, и я никогда это не отпущу. Но мне хватило мудрости принять эту ситуацию совершенно по-другому. Ну, ничего особенного не произошло. Просто она откатала свою программу, которую наверняка, знаете, как детям говорят, сделаешь пять чистых, четверных, и у всех выиграешь. Это же всегда так, потому что это, конечно, как сказать, это рекорд. И поэтому ничего у неё такого не было. Девская, абсолютно детская реакция. Саша сейчас спылила, её можно понять. Но я думаю, это всё равно постепенно пройдёт, уляжется. Но, конечно, у меня были моменты, когда мне не хотелось идти на тренировку, у меня что-то не получалось, я говорю, всё, я больше не пойду. Я не хочу кататься, мне тяжело, больно, с меня хватит. Но в тот момент находились люди, которые поддерживали меня, помогали, мой тренер, мои родители. Близкое какое-то окружение, которое верило всегда в меня и давало мне силы вот в такие трудные моменты идти дальше. Во-первых, фигурное катание — это детский вид спорта. Туда приходят в четыре-пять лет. И у перспективных ребят при достижении определённых результатов возникает страх получить травму и не состояться в фигурном катании. К 13-15 годам фигурное катание для всех тех, кто добился социально значимого результата, это становится смыслом жизни. Мне неоднократно приходилось слышать от ребят 16-20 лет, а что делать, если фигурное катание заканчивается. Вот буквально пару недель тому назад я общался с фигуристом, которому 21 год, и который болезненно принимает решение профессионально заниматься фигурным катанием. И вопрос, а что делать? Когда я бросила, я на следующий день встала, и я понимаю, что мне никуда не нужно идти. У меня нет расписания, по которому я привыкла жить, что в 9 я на катке, в 10 у меня лёд. И из-за этого становится страшно. Просто страшно, что дальше. Потому что ты привык к одному графику, а тут от тебя ничего никто не требует. Ты можешь делать, что хочешь, ты принадлежишь только сам себе. И пока я не нашла своё дело, не нашла, чем бы я хотела заниматься, мне было, честно признаюсь, где-то страшно жить, потому что всё по-новому. Моя жизнь изменилась, я понимала, что она не будет прежней. И у многих спортсменов именно в этот период становится очень сложным. Именно найти себя после спорта. Нужно ли повышать возрастной ценз? Понимаете, как мы сейчас задаемся этим вопросом по отношению к группе Тутберидзе. Но тогда у меня возникает вопрос. Почему мы не задавались этим вопросом в 70-е годы, когда у нас гимнастика стала становиться детской? Потом сюда же подключилась художественная гимнастика, когда мы от красоты взрослого, собранного, уже выросшего и сформировавшегося тела перешли к цирку, по большому счёту. С одной стороны, я считаю, что большой спорт в достаточно юном возрасте это данность, это реальность. И бесполезно обсуждать этично-неэтично. Вот подойдите, спросите к родителям, которые детей мотивируют, отдают и гонят. Этично это или неэтично? Это вопрос родителям. Насколько тренеры этично и бережно относятся к детскому организму? Вот это самый главный вопрос. Запретите весь детский спорт? Ну, запретите весь детский спорт. Тогда что мы поставим? Границу какую? 14 в паспорт, 16, 18, 21? Ну, давайте попробуем в 21, чтобы человек начинал заниматься спортом высшедших движений. Он начнёт? Не начнёт. Большой спор начинается где-то на рубеже 10 лет. Потому что здесь уже понятно, кто на что способен, проявляются первые таланты и дальше делается ставка. Либо ты идёшь по этому пути, либо ты отказываешься от этого, это у тебя фоном и так далее. И если спортсмен к 15 годам готов выступать на уровне 20-25-летнего и готов бороться с более взрослыми девушками на равных, не уступая ни в технике, ни в артистизме, ни в представлении программы, в умении владеть коньком, делать вот эти transitions, все связки, переходы. Да, это всё, что идёт во вторую оценку. Почему мы должны их закрывать? Если поднимется возрастной ценз, возможно, мы уже не увидим такое изобилие четверных прыжков, потому что всё-таки, как правило, после 18 уже всё это становится делать трудней, и тело тебе не даёт исполнить какие-то сложные элементы. Возможно, мы из-за этого увидим более зрелое, более женское катание, потому что всё равно разные вещи смотреть на девушку в 15 лет, как она катается, и там в 18-20. Вообще, у меня самые такие лучшие годы выдались в 15-16 лет, в 17 потом, у меня уже настал пубертатный период, и как раз на время Олимпиады в 15-16 лет я захватила те титулы, которые смогла. И на самом деле в этом, в юном возрасте намного легче это всё переживать, что психологически, что физически, потому что потом с возрастом, конечно, какие-то проигрыши свои было тяжелее воспринимать, потому что ты уже более осознанный человек, как ни крути, ты уже многое понимаешь, и, казалось бы, это маленькая разница, но, наверное, не только тело меняется, ещё и психология. Поэтому даже проигрыши в более юном возрасте легче воспринимать, чем уже когда ты постарше, плюс тело легче поддаётся, какой-то дрессировке, скажем так. Нет разочарования, что не удалось поучаствовать сейчас на Олимпиаде? Ну, разочарование всё равно всегда остаётся, так как я была первая запасная, и ещё чуть-чуть, как будто бы, и можно было бы поехать. Не первый раз, так сказать, я пропускаю Олимпиаду, есть опыт, поэтому не так всё плохо. Медали на больших соревнованиях, они делают людей счастливыми, они делают спортсмена счастливыми. Победа делает спортсмена счастливым, но ненадолго. Если бы вы были Олимпийской чемпионкой, это бы прибавило счастья? Нет. Вот искренне, абсолютно. Нет. Понимаете, это, я не знаю, это прибавило бы там где-то в финансах, наверное, да? А счастье, оно совершенно другое. И для каждого счастье, оно своё. Если твоя цель жизни ходить с золотой медалью, ну да, тогда, конечно. А у меня счастье другое. Моё счастье, это вот оно вокруг меня. Это мои родители, которые, слава богу, до сих пор со мной. Это моя семья, мои дети. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok